Действие режима тишины, введенного на все территории Сирии, стекает сегодня в 23 часа 59 минут. Оно было продлено на 72 часа, так как к перемирию продолжат присоединяться все новые населенные пункты. За минувшие сутки их число достигло 178. Минобороны России сообщают, что российские военные продолжают переговоры с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в трех провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Не прекращается и снабжение жителей освобожденных районно-гуманитарной помощью. Репортаж Алексея Баранова. Колонна с российской гуманитарной помощью прибыла в село Амор в сопровождении бронетехники. Местные жители ждали, готовились и теперь получают продукты питания. В этом селе до сих пор остаются крестьяне. Дархан рассказывает нам про то, как защищали свою землю. Мужчины, боеспособные люди, которые могут воевать, остались. Мы держали позиции и не пустили в село боевиков. Я сам держал оружие в руках и защищал свой дом, свою землю, пока не пришла сирийская армия и не отодвинула позиции террористов на безопасное расстояние. Практически все родственники Уруне погибли. Смогла вернуться в родной дом только после того, как сирийская армия ополченцы при поддержке российских ВКС смогли остановить боевиков в километрах в 15 от села. Бои, рассказывает нам женщина, там были тяжелые. Но результат теперь очевиден. Спасибо России. Спасибо вашим военным. То, что ваша страна помогает нам, это настоящий подвиг. Вы поймите, работа ваших военных спасает тысячи жизней, если не больше. Спасибо вам. Российские военные доставляют в этот труднодоступный район горной латаки и гуманитарную помощь. Жители села благодарны тем, кто выполняет эту опасную, но такую нужную работу. Представитель Центра по примирению рассказывает нам о проделанном. Мы находимся высоко в горах. Люди здесь живут довольно-таки изолировано. За горным хребтом здесь фактически идут боевые действия. Тем не менее, в это село российские военные доставили мясные и рыбные консервы, крупы, воду и муку. Алексей Баранов, Владимир Аверин, Владислав Мирзоянцы, Андрей Лебедев. Вести. Сирия.